...научная гипотеза, которая претендует названием научной гипотезы, должна соответствовать этому принципу, который заключается в том, что пусть даже теоретически, но должен существовать способ опровергнуть эту гипотезу. Опровергнуть существование летающего макаронного монстра мы никак не можем, потому что он умный, он скрывается в мире. Опровергнуть то, что воздействие радиации изменяет структуру ДНК мы можем. Вот таким образом мы можем различать научную гипотезу от ненаучной. И здесь есть очень тонкий момент. Научная гипотеза не значит, что она истинна. То есть это всего лишь способ каким-то образом отделить одно от другого, но не способ найти истину. Как искать истину мы поговорим немножко позже. Почему же разработка до сих пор существует и оно столь мило многим людям? Почему астрологи, гадалки, они очень распространены в нашем мире? Ну, во-первых, это принцип... Есть три психологических принципа, которые делают это возможно. Во-первых, это принцип когнитивной легкости. Мы любим то, что нам знакомо. И это совершенно правильно, потому что, если бы было иначе, что мы не выжили в эволюционной гонке. Ну, действительно, если нас что-то один раз не съело, то вероятность того, что оно съест нас во второй раз, намного ниже. Второй принцип. Все так делают. И с этим принципом связано такое явление, что наш мозг иногда нас любит обманывать. Вот посмотрите на этот рисунок. Подобные эксперименты в психологии проводились много-много раз. Я даже не стану приводить автора. Здесь представлены три палочки. И одна палочка в левом боксе, в левом ящичке. На самом деле, размер длины этой палочки соответствует длине палочки А. Просто она таким образом нарисована и чуть-чуть приподнята, что кажется, что она соответствует длине палочки В. И, соответственно, когда проводили подобные эксперименты, и существовала некая группа людей, в которой один человек действительно был испытуемым, а все остальные были подставными людьми, и все остальные утверждали, что да, действительно, длина палочки в левом боксе соответствует длине палочки В, он тоже, в принципе, с этим соглашался. На самом деле, я вас сейчас обманул. Разумеется, длина палочки в левом боксе, она соответствует длине палочки В. Но были ли люди, которые хотя бы сомнились в том, что действительно вот длина этой палочки может соответствовать длине палочки А? Вот. Все так делали. Мне даже не пришлось набирать группу людей, которые действительно подтвердили, что да, длина палочки в левом боксе соответствует длине палочки А, но и достаточно было просто про это сказать. И у людей уже возникло какое-то сомнение. И третья проблема психологическая заключается в том, что люди очень любят искать какие-то закономерности, и их на самом деле нет. Вот если почитать историю, философию, ну, с начала времен там и до нового времени, да, то, ну, можно проследить, что в те времена у людей был мифологический тип мировоззрения. То есть они верили в барабашек домовых, когда что-то не можешь объяснить, гораздо проще придумать некое существо, предположим, да, которое делает какие-то вещи. Например, почему скисает молоко? Потому что приходит барабашка, и это молоко укистит. Однако если молоко убрать в погреб, барабашки туда уходят редко, там молоко хранится дольше. Закономерность? Ну, я думаю, в каком-то плане закономерность. Но, к сожалению, этот принцип сохранился и по сей день. Вот на этом фото представлен Жак Бен Венис. Это французский иммунолог, который в свое время открыл память воды. Как он это сделал? В нашем организме есть специальные клетки иммунной системы, так называемые тучные клетки. Это были лимфоциты, которые в свое время вылезли из кровяного русла и поселились жить в каких-то тканях. На эти Б-лимфоциты очень любят садиться иммуноглобулины Е. Если иммуноглобулины Е связаны с неким антигеном, то происходит некая реакция – выброс медиаторов воспаления. Именно таким образом у человека происходит аллергия. Жак Бен Венис исследовал то, до какой степени вот эти антитела можно растворить в воде, чтобы они еще каким-то образом действовали на Б-лимфоциты, чтобы проходила реакция. И выяснилось потрясающее вещь. Растворять можно практически в бесконечности. Даже та вода, тот раствор, в котором в принципе не содержится ни одной молекулы антигена, все равно вызывает реакцию на Б-лимфоциты. Эта статья была опубликована в журнале Nature. Забегая немножко вперед, скажу, что Nature – это очень крутой журнал, в котором публикуются действительно значимые вещи. Это хорошо рецензируемый журнал, то есть несколько независимых исследователей перед тем, как статью напечатать, они ее проверяют. Но поскольку методология была описана очень хорошо, там действительно не к чему было прикопаться, то статью опубликовали. Но с пометкой редактора журнала, что в дальнейшем эти данные будут перепроверены. Это, вообще говоря, тоже нормальная практика. Когда мы получаем что-то принципиально новое, мы, конечно, это принимаем по сведению, но мы не имеем право это перепроверить. После этого было начато редакционное расследование. В лаборатории Жака Бин-Ленистера была направлена целая делегация ученых, в которую входил в том числе редактор журнала, и выяснили очень много интересных вещей. В частности, таких вещей, что разведение, пробы и отрицательный контроль ставил один и тот же человек, что лабораторные журналы умалчивают некоторые вещи, в частности, то, что результатов не удавалось добиться очень длительное время, и то, что не всегда это работало. Но, на самом деле, стоило исключить всего лишь вот этот факт, стоило исключить одного человека, который проводил все эксперименты, и сделать эксперимент целую. То есть, человек, который наносил пробу, он не знал, где оно чистое, а где сверх раствор вот этих антигенов. И все не получилось, все перестало получаться. На сегодняшний день эта статья из журнала «Отозвана», она «Retracted», и, соответственно, «Память воды» — это всего лишь научный механизм, который не потребуется. Хотя, по-моему, в России до сих пор подают живую воду, заряженную какими-то структурами. Я, честно говоря, не очень в курсе, но что-то такое есть. Ну да, это было такое небольшое вступление. Сейчас, собственно, перейдем к самим мифам, которые мы сегодня будем рассматривать. Миф номер один. Генномодифицированные организмы нас всех побудут. Довольно сложно рассуждать о генномодифицированных организмах, опять же, не вдаваясь в историю. С чего все началось? И когда началось? Началось ли это 9000 лет назад, когда люди впервые стали одомашнивать там животных или сельскохозяйственные какие-то культуры? Или, ну, когда, собственно, открыли направленный мутагенез, да? Это начало 20-го века. Кто был на прошлой лекции, помнит про мёрли размечательного, который отпочковался от Томаса Моргана, мигрировал в СССР, и очень много полезных вещей сделали, за которые мы много людскую премию дали. На самом деле, как мне кажется, историю генномодифицированных организмов стоит вести, ну, примерно со второй половины 20-го века. Когда люди стали активно изучать бактерии, открыли, что у бактерий, помимо их основного генома, то есть помимо тех генов, которые содержатся в константах, в клетках, существуют ещё маленькие плазмиды. Плазмиды — это такие кольцевые молекулы. Венка просто, я не нашёл картинки, была бы такая плазмида. Бактерии этими плазмидами могут обмениваться. В плазмидах содержатся определённые гены, которые дают бактерии в некие особенности, которых раньше у них не было. И более того, было показано, что бактерии, эти плазмиды, могут просто даже захватывать из окружающей среды. Более того, если они этого не хотят делать, их можно заставить захватывать плазмид из окружающей среды, например, подействовав хлоридом кальция на культуру бактерий. И такие бактерии приобретают некие новые свойства. Собственно, очень длительное время после этого геномодифицированный организм, вся эта теория развивалась именно на бактериях. Вначале кишечную палочку научили выращивать, её много что научили выращивать, самые разные вещества. Затем научились из непатогенных бактерий делать патогенные. Почему? Просто так. После этого, да, собственно, и вот длительное время, геноинженерия, она работала именно на бактериях. Когда же люди получили возможность создавать геномодифицированные организмы более сложные, например, растения, которыми мы всё питаемся, с необходимыми свойствами, то вот сразу же в умах учёных возникло некое опасение. А что будет? И сразу же стали созываться некие довольно большие крупные конференции, на которых участвовало большое количество учёных из разных стран. И вот как мне кажется, именно это опасение, оно и вызвало такой резонанс в общественности, что геноинфицированный продукт – это что-то может быть опасное. Кстати, Уотсон, вот тот самый, который структуру ДНК открыл, он вообще предлагал учёным как-то не обращать на это внимания, не обсуждать в принципе это. Мы получаем некие полезные растения, эти растения соответствуют тем критериям, которые мы им предъявляем. Но, тем не менее, какой-то страх он всё-таки пробудился. Этот страх, он не обоснован. Почему он не обоснован, мы поговорим чуть позже. Но в противовес геноинфицированным организмам можно поставить что? Можно поставить современную серебцию, которая, собственно, выполняет те же самые задачи. Получать растения или животных, да, с нужными свойствами. Вот большинство людей воспринимают современную серебцию примерно так, как было описано в книге «Незнаки на Луне». Когда есть некий исследователь, и вот этот исследователь тестирует 100 растений с фруктами, с кислыми, и выбирает из них мини-кислый фрукт. То есть дерево с мини-кислым фруктом. Семечки от этого дерева сажаются, собственно, в почву, культивируются, получается 100 новых растений, они снова тестируются, и таким образом мы получаем, в конце концов, дерево со сладкими фруктами. Это делать, конечно, можно. Именно так человечество делало с кукурузой. Есть одна загвоздка. С кукурузой это заняло уже 5 тысяч лет. Некоторые регионы мира, они голодают сейчас. Надо как-то эту проблему побыстрее решать. Как эта проблема в селекции решается сегодня? Очень просто. Берутся семечки от какого-то растения, предположим, и облучаются зверинными дозами радиации. Либо на них действуют ядвитными веществами. Что происходит в клетках семян, в клетках растений? Происходят некие случайные перестройки. Большинство таких семян, разумеется, вообще никаким образом не выживает и не дает новых растений. Но в некотором случае, случайным образом, мы получаем растения с более выраженным свойством, которое хотели получить. Вот так работает современное селекция. При этом то, что это растение, помимо того, что оно получало необходимое свойство, может получить еще какое-то вредное свойство, например, количество алкалоидов, и он будет намного выше. Все это выясняется, как правило, постфактум. Такие сорта снимаются, но, как правило, какая-то часть людей успевает их съесть. Итак, почему, в принципе, возможно получение генномодифицированных организмов? Вот это ДНК. ДНК – это молекула, которая содержится в ядре и несет информацию обо всем нашем организме. Основная, конечно, роль ДНК в том, что она кодирует аминокислотные последователи инстегена. ДНК состоит из маленьких кирпичиков. Эти кирпичики называются азотистые основания, и их всего четыре штуки, может быть. Антель, ГЦ, аденин, Тимин, Гуанин, Эстези. При этом таких вот кирпичиков в одной молекуле, во всех молекулах ДНК, которые содержатся, допустим, в нашем ядре, 2,3 на 10 в девятой степени. То есть несколько тысяч миллионов. При этом, как я уже сказал, типов кирпичиков вот этих у нас всего четыре. Аминокислоты, то есть кирпичиков, из которых состоит белок, 20. На самом деле 20 белок. И они очень редко участвуют в формировании белков. Соответственно, для того, чтобы противопоставить молекуле ДНК белковую последовательность, нам нужен некий код. Этот код называется генетический код, и он триплетен. То есть три нуклеотиды ДНК соответствуют одной аминокислоте в белке. Если вы помните со школы, мы говорили, что этот код универсален, там вырожден и так далее. Универсален. Вот давайте зацепимся за это слово. Что это значит? Это значит, что вот это соответствие, оно справедливо как для бактерий, так и для растений, так и для животных, так и для грибов, так и для каких-то нищих там растений или организмов. Есть исключения, но это именно исключения. И о них ученые знают, когда создают, допустим, те же самые трансгенные организмы. Соответственно, если мы эту последовательность ДНК, мы чисто теоретически засунем в какой-то организм, то она вполне может там работать и экспрессировать, синтезировать аминокислотные последовательности, какие бы не зашифрованы. В частности, вот про это природа знала намного раньше, чем еще появились люди, чем возникли все эти споры вокруг ГМО. Первым, наверное, генным инженером, как признают большинство ученых, является бактерия, агробактериум, не помню, видовое название. На самом деле, там целое несколько бактерий этого рода обладают таким свойством. В чем особенность этой бактерии? Особенность в том, что помимо своей собственной ДНК, она содержит маленькую TI-плазмиду. Эта TI-плазмида содержит некий участок ТДНК. Вот, собственно, это сама плазмида. Это ДНК самой бактерии, бактериальной. Эта бактерия умеет встраивать эту TI-плазмиду в клетки растений, где запускается целый каскад реакций, в результате чего у растений образуются такие вот клубеньки, корончатые галлы. Эти корончатые галлы, собственно, выделяют, во-первых, вкусные вещества, для бактерий, во-вторых, служат им домом. То есть вот таким образом эта бактерия умеет подчинить себе крупные растения. Собственно, вот эти вот бактерии, рода агробактериум, они длительное время использовались генными инженерами для получения трансгенных растений. Ну, действительно, давайте представим. Мы возьмем эту бактерию, возьмем TI-плазмиду, выкинем из нее ТДНК, который используется бактерией, чтобы заставить растения синтезировать какие-то нужные вещества, и встроим туда ген, ну, допустим, морозоустойчивости, как пример. Затем этими самыми бактериями заразим растения, они самостоятельно встроят в него вот эту вот TI-плазмиду, и растение получит необходимый ген. Затем, поскольку растения обладают таким свойством, как вегетативное размножение, мы из этого растения вырастим целое новое растение, которое уже будет морозоустойчивым. Чем этот подход плох? Дело в том, что очень часто таким образом нужная нам гена не встраивалась случайно. Мы не можем контролировать именно то место в геноме растений, куда встроится вот эта ТДНК. Ну, не ТДНК, а то, что мы в нее заберем. Сегодня наиболее популярным подходом, писком моды в генной инженерии является подход с использованием системы CRISPR-Cas9, про которую я рассказывал в прошлой лекции. Коротко, в чем состоит суть? CRISPR-Cas система, она способна узнавать определенные участки последовательности ДНК и уничтожать их. Там используется специальный шаблон из ДНК, и когда он находит, как фоторобот, вот этот участок последовательности ДНК, мы его просто вырезали. Но я немножко недорассказал про то, как именно происходит репарация вот этого участка, разорванного. То есть как именно в клетке происходит восстановление поврежденного участка хромосомы. Происходит это при помощи гомологичных хромосом. То есть, как вы сейчас знаете, одну хромосому мы получаем от мамы, другую от папы. Вот если мы повредили хромосому, доставшуюся нам от папы, то «мамина хромосома», в кавычках, она будет использована для восстановления. Но можно сделать еще хитренье. Можно засунуть в клетку вот эту систему Крис-Плюкас, которая уничтожит, допустим, негодные нам участки в геноме, и засунуть еще, помимо этого, некую матрицу, с которой будет происходить восстановление сразу обоих хромосом. И в этой матрице нам ни что не мешает строить необходимый нам ген. Таким образом, мы, во-первых, будем точно знать, куда нужный ген строился, во-вторых, что он может строить сразу обоих хромосом. Казалось бы, все хорошо. На самом деле геномодифицированные продукты их очень сильно контролируют. Но почему же люди все же так боятся, и откуда растут ноги у этого страха? Есть два замечательных человека. Во-первых, это Ирина Ермакова. Во-вторых, это французский исследователь Сиролини. Вот эти два человека были единственные люди, которые доказали вред геномодифицированным продуктам. К сожалению, их протоколы исследований были не очень удачными. Сейчас мы поговорим, почему. Ирина Ермакова, доктор биологических наук, правда, в свою докторскую кандидатскую диссертацию она писала по каким-то поведенческим особенностям животных. То есть проблема в том, и это даже отметил директор института, в котором Ирина Ермакова занималась сильной исследованием, что, в принципе, у нее не было навыка работы с линиями животных. Она взяла стол крыс некой линии мистов. Это, в принципе, нормальная линия крыс. Она используется во многих стандартных геологических исследованиях. Разделила этих крыс на определенные группы. Какие-то группы кормила геномодифицированной соей, какие-то кормила обычной соей. У нее получились следующие результаты. Та группа крыс, которая ела геномодифицированную сою, в ней смертность крысят, то есть потомство, которое получалось от таких крыс, составляла более 50%. В контрольной группе 8,1%. Единственная загвоздка заключалась в том, что в норме у этой линии крыс смертность составляет около 1%. Крысят. У нее даже в контрольной группе получилось намного лучше. Но кроме того, там были действительно серьезные методологические нарушения. То, что не отслеживалась какая крыса что именно ела. Поэтому эту работу отказались публиковать, по-моему, все журналы, более-менее научные. Сейчас она активна. Сейчас она является вице-президентом Ассоциации по генетической безопасности России. Активно выступает в различных интервью, на конференциях. Но вот работа публикованных, лицензированных журналов на нее нет. И, но, на самом деле, если у Ирины Ермаковой таких работ нет, то у Севалени такая работа все-таки была. Что сделал он? Он взял 200 крыс с линии вот этой линии и разделил их на 20 групп по 10 животных каждому. По-моему, две или одна группа у него были контрольные. Остальные группы крыс употребляли генномодифицированные продукты с различным содержанием генномодифицированных, собственно, продуктов. То есть где-то это были смеси, допустим, 11% генномодифицированных продуктов, там 89% нормальных и так далее. 11%, 22%, 33% вроде. Такие у него были соотношения. Никого пока ничего не смущает в этом дизайне исследования. Хорошо, я чуть позже расскажу, что именно тут должно смущать. У него были контрольные группы, которых он кормил обычной пищей. И в результатах своего исследования Сиролинин написал, что в некоторых и некоторых группах крыс, которые потребляли генномодифицированные продукты, смертность была выше. Более того, у них развивались определенные опухоли. Здесь, нет, сделано все было хорошо, качественно, намного лучше, чем у Ирины Ермаковой. Здесь он допустил две раковые для себя ошибки. Во-первых, он изначально взял линию крыс, которую вывели для того, чтобы изучать раковую опухоль. То есть у более чем 50% этих крыс, в принципе, развивается рак, вне зависимости от того, чем их кормить. И второе, вот такое разделение на группы, оно статистически недопустимо. Ну, представьте, мы берем 20 групп мужчин, по 10 человек в каждой, и заставляем каждую из этих групп носить футболки разного цвета. Наша задача доказать, что футболки зеленого цвета, они безопаснее, чем футболки какого-то другого цвета, неважно какого. И я почти уверен, что в какой-то группе мужчин, да, носящих футболки не зеленого цвета, смертность действительно будет выше, чем вот в той группе, которая носила футболки зеленого цвета. В настоящее время его статья от Озмана из журнала, правда, он ее, по-моему, еще где-то публиковал в таком полуручно популярном журнале. И, соответственно, это исследование, оно просто аннулировано. Именно из-за нефизиологических, опять же, нарушений. Вот здесь перечислены опасения людей. А почему вообще люди боятся геномодифицированных организмов, употреблять их и так далее? Первые организмы с непонятными свойствами. Ну, действительно, ученые так, они не всегда понимают, что делают. Они, ну, вставляют какой-то ген, да, и получают организм с неким новым свойством. Почему это так? Во-первых, в настоящее время геномодифицированные организмы, они получаются контролируемыми. То есть, как я уже говорил, мы контролируем тот участок генома, куда вставляем ген. Во-вторых, изменения в организмах, они происходят спонтанно, постоянно. Именно благодаря этому, ну, возможно, какое-то эволюционное развитие людей и всех остальных организмов. И еще один важный момент, то, что касается натуральной селекции, там непонятных свойств образуется куда больше. Просто их контролируют, как я уже сказал, постфактум. Второе. Транснациональные компании имеют с этого огромную прибыль. Да, действительно, это так. Потому что если геномодифицированных организмов были невыгодны, ими бы никто не занимался. Они обходятся дешевле, с ними проще работать, они уже, собственно, те неспользованные, которые нужны. Это вот второй пункт, он правомерен. Но каким образом из него следует опасность употребления таких организмов, еще не очень понятно. От геномодифицированной продукции погибает скот. Было действительно в истории такое дело, дело фермера Готфрида Брекнера. Он кормил свой скот геномодифицированной кукурузой. Дело он не выиграл, потому что в семье ему, во-первых, не удалось доказать, что скот действительно умер от геномодифицированной кукурузы. Во-вторых, там была вспышка ботулизма, которая к ГМО никакого отношения не имела. ГМО вызывает рак. Это неправда. ГМО вызывало рак только вот в этих двух исследованиях. Больше, собственно, подтверждений к тому, что геномодифицированная продукция вызывает рак у крысы шеи морских свинок или крови, либо еще, нет. Вот это мой любимый пункт – тяжелые генетические вставки могут встраиваться в человеческий пункт. Но, на самом деле, отчасти этот пункт может быть и верен. Дело в том, что нас все учили в школе, что вот белки в нашей пищеварительной системе распадаются на ингредиенты. Это не совсем так, потому что короткие пептиды и короткие фрагменты ДНК, они действительно могут всасываться в кровь и мигрировать в организм. Но проблема-то в том, что в геномодифицированной продукции используются гены тех растений и животных, которые уже существуют. Это во-первых. Во-вторых, каким образом плавающие коротенькие фрагменты ДНК проникнут в клетки, в клетки умудрятся пройти в ядро, а в ядре еще встроятся в ДНК – не очень понятно. Потому что и здесь стоят определенные барьеры, если, кроме того, эти фрагменты будут слишком длинными, на них начнут саживать, скорее всего, лимфоциты, на них начнут вырабатываться антитела и так далее. ГБО не увеличит прибыль фермеров в большинстве стран мира. Это неправда. Потому что только в 2010 году прибыль фермерских хозяйств от использования геномодифицированных продуктов выросла на 14 миллионов долларов. Всему миру. Ну, действительно, те страны, где не используют ГМО продукты, там пупыль от них не растет, как ни странно. ГМО не уменьшает объемы применяемых гербицидов и пестицидов. Это тоже неправда, потому что одна из задач получения как раз геномодифицированных овощей и фруктов в том, чтобы они были устойчивы, в том числе, к паразитам. И, в частности, в целом, в совокупности брать все геномодифицированные продукты, то для их выращивания требуется на 25-28% меньше гербицидов и пестицидов. Ну, а как они влияют в наш организм? Какие-то хорошо, какие-то никак, какие-то не совсем никак. Это что касается ГМО. Второй миф, который мне бы хотелось посмотреть, он не совсем генетический, но он как-то вот настолько распространен стал в последнее время, что я даже не знаю. Гомеопатия совершенно безопасна. Ну, сразу скажу, что это не миф. Потому что, действительно, отсутствие чего бы то ни было опасно быть, в принципе, не может. Пред вами Олекса Рей. Олекса Рей Джо. Дочь известного музыканта и композитора. В 2009 году у нее случилась несчастная любовь, и она решила покончить с собой. Что она сделала? Она выпила 30, по-моему, таблеток травмелых. И где-то через час почувствовала недомогание. У нее выступил пот, начали трястись руки. Она позвонила в 911. Приехали, собственно, врачи, посмотрели на нее и уехали. Дело в том, что она пыталась покончить с собой при помощи гомеопатического средства. Это, наверное, единственная встреча в истории, когда гомеопатия действительно спасла жизнь человека. Кстати, я бы очень много отдал за то, чтобы посмотреть на лица врачей, которые приехали ее спасать. Потому что, как бы, ну, человек в таком тяжелом состоянии, психологическом имени. А тут надо еще сдерживать свои эмоции. И так, почему гомеопатия не работает? Почему она безопасна? Совсем коротко так. Если вы когда-нибудь решите вступить в спор с человеком, который придерживается идея о том, что гомеопатические таблетки помогают, достаточно запомнить всего лишь вот это число. 6.02 на 10.23 степени. Что же это за число? Кто-нибудь помнит? 7. Число. Число. Правильно. Что значит? Ну, я все-таки поясню, что же это за такое число. Все дело в том, что атомы и молекулы, из которых состоят все вещества, они, в принципе, это материальные. Правда, очень маленькие, весят очень мало. Электроны, ну, ими можно вообще пренебречь, будем считать, что они вообще ничего не весят. В основном весят нейтроны и протоны, то есть ядра атомов. Так вот, протоны и нейтроны весят, ну, примерно одинаково, 1,67 на 10 минус 24 степени грамма. Соответственно, в одном грамме вещества, совершенно неважно какого, воды, песка, спирта, уксуса, содержится одинаковое количество нейтронов и протонов. Я не буду тут выводить, каким образом это получается, но это количество равно вот этому числу. Также еще в химии есть такое понятие, как мой. Один мой вещества – это как раз то количество вещества, которое содержит вот такое количество частиц. Теперь предположим, что у нас есть стакан спирта, очень чистого этилула. И в нем содержится, ну, поскольку спирт содержит 2 атома углерода, 6 атомов водорода и 1 атома кислорода, то вот такое количество этих частиц спирта будет весить уже больше. Он будет весить 46. Ровно такое количество, суммарное количество протонов и нейтронов содержится в одной молекуле этилового спирта. Теперь предположим, у нас вот есть эти 46 граммов чистого этилового спирта, мы хотим этим спиртом напоить огромное количество людей. Поскольку гомеопатия утверждает нам, что эффект тем выше, чем выше разведения, мы начинаем этот спирт разводить в отношении 100 к 1. То есть берем один объем спирта и добавляем 100 объемов воды. Это так называемое первое разведение. В таком объеме, в таком стакане разведенного спирта будет содержаться уже, конечно, меньшее количество частиц спирта. В 100 раз меньше, то есть на 10-21 стекени. И так мы проделываем много-много-много раз. Так вот, уже на 14-м разведении, ну, пусть даже на 13-м, вероятность того, что у нас в стакане будет хотя бы одна молекула спирта составляет 0,6%. А в гомеопатических средствах используется 200-сотенное разведение. То есть там эта вероятность 0, много нулей и какое-нибудь число того, что содержится хотя бы одна молекула вещества. Вот в частности, если вам будет интересно, можете посмотреть, сколько молекул активного вещества содержится в таких таблетах, как ациллококцин, которые некоторые люди употребляют в простую. Тем не менее, гомеопатия шагает по стороне, почему-то. Хотя она совершенно не эффективна. Вот, в частности, вырезка из приказа Минздрав, Медпроба РФ 95-го года к использованию метода гомеопатии в практическом здравоохранении. На самом деле, вот эту организацию, ее расформировали, это вероятность. Частично она дошла к Минздраву, частично к Министерству промышленности. Но я специально очень много времени потратил на то, чтобы узнать судьбу вот этого приказа. Его отменили, или что с ним произошло. Нигде ничего не написано. Из этого своего ужаса я делаю заключение, что, по сути, этот приказ действующий в настоящее время. Хотя, может быть, я чего-то не знаю. Так вот, в приложении 4 к этому приказу есть перечень тех субстанций, которые гомеопаты имеют право использовать в России. Обратите, пожалуйста, внимание, вот, может, кого не видно. Паук-птицеед или птицеед настоящий. Все насекомое, в скобочках. Кого? Никого ничего не смущает? Ну, хотя бы должно смущать то, что паук – это не насекомое. Никогда им нет. Из этого можно еще раз сделать вывод о биологическом знании людей, которые занимаются гомеопатией. Паук-крестовик или крестовик обыкновенный – это все насекомое. Ну, как так-то? Ну, ладно. Кроме того, там есть еще очень много интересных вещей, например, рвотная сыроежка, бледная поганка. Все это гомеопаты, собственно, могут использовать в своих лечебных практиках в России. На самом деле, как бы шутки шутками, но в медицинской практике, да, и в онкологической практике есть вполне конкретные критерии, каким образом определить, действует какое-то вещество, либо не действует, лечит на стаблетку или не лечит. Для этого проводятся двойные слепые рандомизированные плацебо-контролированные исследования. Причем здесь важно каждое слово. Плацебо-контролированные. То есть, по сути, должно быть три группы испытываний. Первая группа – это компольная группа, которая не получает никакого лечебного средства. Вторая группа – это те, которых мы кормим пустышками, плацебо-пустышки. И третья группа – это та группа, которая получает некий новый препарат. Что значит рандомизировать? Это значит, что люди должны совершенно случайным образом попадать в каждую из этих трех групп. То есть, максимально нужно исключить человеческий факт. Потому что врачи все-таки работают с пациентами, они могут постараться в плацебо-группу, допустим, не засунуть самых тяжелобольных или, допустим, самых богатых людей. И двойные слепые. То есть, ни пациенты, ни даже врачи не должны знать то, чем кормят больных людей. И только результат такого анализа может считаться достоверным, и из него могут следовать какие-то выводы, а не действительные, а в том, как бы действует конкретно вещество или не действует на больных. Так вот, гемиоматия – беда. Потому что ни одно гемиоматическое средство, оно именно такие исследования не выдерживает. И в провале. Были попытки проведения подобных исследований в России с аноферомом, по-моему, если я не ошибаюсь. Что-то вроде как бы было получено, но там тоже было довольно много вопросов в методологии проведения подробных анализов. Что из всего этого следует? Из этого следует то, что любое гемиоматическое средство не является достоверным в плане того, что оно действительно лечит от чего бы то ни было. Следующий. Ну, мы поговорили о том, что мы едим, мы поговорили о том, что мы лечимся, и теперь давайте поговорим о том, что мы из себя представляем. Мне бы хотелось разобрать два очень интересных мифа. Первый касается того, что характер человека определяется исключительно в его воспитании. И второй миф – то, что гены определяют, ну, тот же самый характер человека. Неверно – ни то, ни другое. Что же верно – давайте разбираться. Как люди вообще поняли, что, как ученые поняли, что какие-то черты личности, они, в принципе, не наследуются? Ну, конечно, они наблюдали, да, за ними. То, что являют, отявлены, там падает недалеко. То, что дети очень часто похожи на своих родителей, там копируют патроны поведения и все прочее. И так продолжалось достаточно долго, вплоть до, наверное, выхода этой статьи в 2011 году. Что сделали авторы этой статьи? Они взяли пяти и девяти месячных детей и сделали с ними очень интересные вещи. Да, сразу скажу, что все эти исследования были одобрены этическими комитетами, что в самих исследованиях также участвовали родители детей, которые могли в любой момент прекратить эксперимент без объяснения причин. Поэтому ни один ребенок ни физически, ни морально не пострадал. Детям показывали две сценки. Был кролик, сценка номер один. Есть некий кролик, и этот кролик пытается из коробки вытащить мячик. При этом к нему попеременно подбегают две собачки. Синяя собачка, наоборот, закрывает ящик и не дает кролику вытащить мяч. А зелененькая собачка, наоборот, помогает ему открыть крышку. Так вот, после того, как детям давали игрушки, зименькие и зелененькие собачки, в абсолютном большинстве случаев дети выбирали ту собачку, тянули руки к той собачке, которая помогала кролику. Это 5- и 9-месячные дети. Ну, 9-месячных этот эффект даже выполнен, выражен лучше. Вот, собственно, этот график показывает процент детей, которые тянули руки к помощнику, а это процент детей, которые тянули руки к тому, кто мешал кролику. И вторая сценка, опять же, был кролик, он уже вытащил этот мячик свой с коробки. К нему вначале подбегает синяя собачка и отбирает у него мячик, затем подбегает зеленая собачка и отдает ему мячик. И опять же, дети чаще всего тянули руки к той собачке, которая мячик кролику давала. Отсюда, на самом деле, следует довольно важный вывод. Мораль, она все-таки награжденная. Конечно, в процессе воспитания она каким-то образом трансформируется и подстраивается под те социальные условия, в которых растет человек, но какие-то зачатки, как минимум, мы уже можем отслеживать даже при рождении. Более того, определенные моральные принципы, они свойственны не только человеку, они свойственны и животному. Сейчас включите их, пожалуйста. Вы, наверное, видели этот эксперимент довольно забавный. В чем его суть? Две обезьянки. Их научили выполнять одну и ту же работу. Одна обезьянка за то, что она подбирает камешек, получала виноградинку, а вторая получала кусочек огурца. Так вот, пока обезьянки жили отдельно друг от друга, их, в принципе, все устраивало. Но после того, как их подсадили вместе, ну вот сейчас, собственно, посмотрите, вот взьянка, которая съела, она получает огурец. Огурец не такой сладкий, как виноград. Она бы снова проделала этот эксперимент. Что она сделала? На самом деле, в этом видео мы можем увидеть пример того, что даже животным свойственно такое понятие, как чувство справедливости. Чувство справедливости бывает... Да, я знаю, взьянка вообще забавная. Чувство справедливости бывает двух типов. Первый тип – это когда мы недовольны тем, что получаем хотя бы ту же самую неравную плату за работу, которую, казалось бы, выполняем одинаково. И второе – чувство справедливости второго порядка – это, собственно, когда мы отрицаем большую плату. Если нам дают больше денег, допустим, за ту же работу, которую мы выполняем со своим товарищем, а товарищи за это платят меньше. Ну, сразу скажу, что... Ну, вот пример чувства справедливости первого порядка – во-все. Чувство справедливости второго порядка у животных, по-моему, описано не было. Где-то я вот, в краем угла слышал какие-то заметки, но конкретных статей мне найти не удалось. Ну, давайте будем честными. Оно у людей встречается не очень часто, да? Или кто-то из нас отказывается от денег, если, там, коллеги или товарищи платят меньше. Так вот, это все некие предпосылки. Мы видим, что какие-то моральные принципы выражают волны, мы видим, что какие-то, ну, моральные чувства, ну, вообще говоря, свойственны животным тоже. Как нам теперь все это рассмотреть с точки зрения наук? Как вообще с точки зрения генетики понять, наследуем ли какой-то признак или нет? Все это делается при помощи так называемого близнецового анализа. Дело в том, что близнецы, они бывают двух типов. Это однояйцевые близнецы, которые развиваются из одной удовлетворенной яйцеклетки. И двуяйцевые, или дизиготные близнецы, которые развиваются из двух разных яйцеклеток. То есть, по сути, дизиготные близнецы – это те же самые братья и сестры родные. Вот обычно, да? Просто они рождаются вместе, они выращиваются примерно в схожих условиях. Поэтому факторы внешней среды на них влияют несколько больше, да? Потому что, ну, люди разного возраста, это все-таки разные поколения, меняются там судьбы, социально-экономическое положение и все прочее. Что тут важно увидеть? То, что моды зиготные близнецы, они идентичны на сто процентов. То есть, у них одинаковые длины. На самом деле, это тоже не очень так, но не будем даваться в длины. И дизиготные близнецы, они имеют около 50% общих генов. Так вот, для того, чтобы понять, насколько какой-то признак наследования, используется так называемая формула Ольцинга. Вот она здесь представлена. Вот это вот означает процент конкордантности модно-зиготных близнецов. То есть, если один близнец обладает каким-то свойством, какой процент других близнецов, его братьев, да, или сестер, будут обладать этим же самым свойством. Конкордантность по IT-зиготным близнецам. Вот, собственно, при помощи этой формулы можно выяснить наследовательность того-либо признака. В настоящее время в учебниках по генетике принято следующее правило. Я, честно, искал, кто, как, когда эти правила, но вот что-то не смог пока что докопаться на истинном. При наследовательности больше 70% или 0,7% мы постулируем, что в проявлении какого-то признака преобладает наследственный фактор. То есть, всё решает генетика. При наследовательности от 50% до 70% мы постулируем, что как внешний фактор, так и фактор внешней среды вносит вклад, и меньше 50% преобладает в средовой фактор. Ну, два классических примера, да, это группа крови и какое-то инфекционное заболевание. Это вполне конкретно достоверное данное, что группа крови и иммунность и группы близнецов на 100% всегда совпадает. Соответственно, наследовательность этого признака единица. Группа крови является исключительными наследственными факторами. И инфекционное заболевание. Вот если подставить числа, можно видеть, что наследовательность 31%. То есть, мы постулируем, что преобладают внешние факторы. Откуда берется вот этот 31%, ну, понятно, что близнецы очень часто живут вместе. Очень часто вместе болеют какими-то заболеваниями. Так вот, рассмотрим наследовательность способностей. В настоящее время было выяснено, что математика – успешность. В математике наследуется на 66%. То есть, если один из близнецов, допустим, перестывает в математике, выступает на эллипиадах, то, скорее всего, второй, вот, с такой вероятностью, также будет в этом деле и успевать. Чтение. По чтению, к сожалению, исследовались именно проблемы. То есть, затруднение чтения, там, непонимание слов. Наследовательность носит вот такой характер. Она более, причем, выражена у девочек. И коэффициент интеллекта. С интеллектом вообще очень интересная история. Во-первых, научные публикации, которые посвящены вот исследованию IQ у людей, они находят различие очень небольшое. То есть, буквально там на 2-3 балла. Из этого можно сделать вывод, что, в принципе, это коэффициент интеллекта ненаследован. Но самое интересное, что схожесть вот этих коэффициентов близнецов, она возрастает, она повышается с возрастом. То есть, если у детей по большей части на интеллект влияют именно внешние факторы, то у школьников младших классов наследовательность уже 60%. У взрослых 80%. То есть, с возрастом именно генетика вступает в свои права и говорит, насколько человек будет интеллектуально развит. Как их не странно. Есть еще другое объяснение. Может быть, оно тоже правильное. Дело в том, что у детей у них границы нормы несколько шире, чем у взрослых людей. Это касается очень многих вещей. То есть, просто там, какие-то спортивные достижения и всего прочего. Возможно, именно этот факт также вносит ленту здесь. То есть, дети, они парируют в более широких пределах, нежели взрослых. И еще один миф, который, по-моему, даже был заявлен в анонсе сегодняшней лекции, это то, что все мутации вредны. Абсолютное большинство изменений, которые происходят в нашем геноме, оно никоим образом не проявляется. Кстати, как вы считаете, вот у нас есть ДНК, да? А 2,3 на 10 в девятой степени. Когда клетки делятся, ДНК, соответственно, тоже делится. Из одной молекулы получается две. Какое количество ошибок происходит при одном делении клетки? Кто-нибудь может предположить? Примерно одна. Все дело в том, что в нашем организме, помимо ферментов, которые занимаются реплигацией ДНК, существует так называемая система репараций. У нас, когда ДНК полидразма, фермент, который задается в почке делать две, она ошибается, эта система специальным образом эти ошибки устраняет. У бактерий, кстати, и у вирусов она отсутствует. Именно поэтому вирусы мутируют с бешеной скоростью. Там вообще ничего не справляется. Так вот, а мутация. Как я уже сказал, большинство мутаций никак не влияет на нашу жизнь и на нашу внешность, на наше поведение и на что. Но есть ряд мутаций, которые действительно дают людям, можно сказать, суперспособности. Во-первых, это мутация в гене миостатина. Миостатин – это ген, который сдерживает рост мышечных клеток. В частности, вот голубая английская корова или гурка, я не помню. У них, эта линия была выращена специально, у них, вместо этими дефектами, это корова с огромным количеством мышц. Вот здесь, кстати, представлено фото пятимесячного ребенка. Можете оценить, насколько развита уже у него мускулатура. Этот ребенок является гомозивотным по вот этой мутации. То есть, у него и мама, и папа были носительными. Мама, кстати, была лимфийской чемпионкой еще, помимо прочего. Есть ген, который контролирует наши циркадные ритмы. На самом деле таких генов много. Но изменения конкретно в этом приводят к тому, что люди нуждаются в меньшем количестве сна. То есть, если они спят по 6 часов, у них, при этом, не происходит никаких патофизиологических изменений. Ген ЕПАС. ЕПАС-1, на самом деле. Единичка просто съехала. Этот ген очень любят приводить в различных научно-популярных статьях. Продукт этого гена контролирует уровень гемоглобина в крови. И определенные его варианты приводят к тому, что уровень гемоглобина резко повышается. Благодаря этому, например, люди не страдают горной болезнью. Даже в разряженном воздухе гемоглобина так много, что достаточно для того, чтобы обеспечить организм кислорода. Ген СОСТ и сверхпрочные кости. С ним ситуация немножко не совсем простая. Дело в том, что в гемоглобном состоянии, когда дефектные обогены от мамы и от папы, он приводит к тяжелому заболеванию костей. Но когда дефектный ген, дефектный аллерг только один, он приводит к тому, что у человека действительно сверхпрочные кости. СМАРКАТ и отсутствие отпечатков пальцев. На самом деле, эта болезнь в такой базе данных, как АМИН, база менеджерских заболеваний, определяется как дерматоглифия. То есть, это все-таки заболевание. Но никаких других изменений в организме у человека не происходит. Только отсутствуют отпечатки пальцев. И ген CCR5 делиться в этом гене приводит к тому, что вирус ВИЧ не связывается с иммунными клетками в организме человека. То есть, по сути, это не природный манитет ВИЧ-инфекции. Мы рассмотрели много всего в поисках истины. Мы поговорили о том, как в самом начале отличать научную гипотезу от ненаучной гипотезы. Теперь давайте поговорим о том, как определить истину или научную гипотезу. На самом деле, какого-то готового рецепта здесь нет. И даже мы, люди, которые работаем со статьями, с генетическими данными, зачастую действуем интуитивно. То есть, мы, когда читаем какую-то новую статью, пытаемся вспомнить, делалось ли это уже тем-то, что там было получено. Насколько это согласуется с тем, что мы знаем, в принципе. Но все же определенные моменты есть. Я почти уверен, что большинство людей получают научную информацию от научных журналистов. Так вот, научные журналисты делятся на два типа. Первое – предпочитают работать с источниками. То есть, непосредственно с публикациями, с журналами, со статьями. Второе – предпочитают брать интервью у неких людей, которые считаются авторитетными в этой области. Я лично больше доверяю первым, которые работают с первоисточником. Потому что очень часто, допустим, даже в российских газетах можно видеть такие заголовки, как «Ученые обнаружили ген алкоголизм», предположим, или «Ученые обнаружили ген огласения». На самом деле, сразу понятно, что журналист получал консультацию у людей-генетиков, генетиков старой школы, которые привыкли признаки называть генами. На самом деле гены у всех людей одни и те же. Но у разных людей могут быть разные варианты этих самых генов. Ну вот, на самом деле, сегодня даже в Институте общей генетики есть люди, которые говорят, что это ген, допустим, чрябок волос или ген того-то. Так вот, ну, разумеется, истина должна быть опубликована в научном журнале. Что это значит? Это значит, что в научном журнале намного сложнее опубликовать какую-то ерунду, чем, допустим, в журнале с барышнями на обложке. И публикация в научном журнале, как правило, проходит рецензирование. То есть перед тем, как их напечатать, их проверяют люди, которые работают в этой области. Которые занимаются схожими тематиками. Но и то далеко не факт, что вот эта предварительная рецензия, она не отдаст пропустить ерунду. Ну, на примере из Рабини мы видели, да, что геномодифицированная там картошка и соя, по-моему, она вызывает раку крыс. Но суть в том, что если эта ерунда будет опубликована в научном журнале, то, скорее всего, это вызовет некий резонанс научной общественности. На эту статью начнут писать рецензии, начнут писать рецензии, начнут писать письма в редакцию журнала. Поскольку каждый журнал, в принципе, дорожит свою репутацию, в его интересах, чтобы к нему предъявлялось как можно меньше претензий. Второй пункт. Лучше всего обращать внимание не на какие-то новые данные, а на некие обзоры и мета-анализы. Дело в том, что каждое конкретное исследование – это исследование какой-то группы в какой-то лаборатории на какой-то определенной выборке. Задача мета-анализа как раз и заключается в том, чтобы взять все исследования, посвященные одной и той же теме, допустим, изучению какой-то мутации, насколько эта мутация ассоциирована с каким-то заболеванием, и в комплексе провести этот анализ. В чем тут может быть загвоздка? Дело в том, что зачитать только одни мета-анализы, вы будете отставать, ну, лет на 5-10 от современной науки. Потому что для того, чтобы их писать, необходим довольно большой объем материала. Правильно? Разумеется, все статьи, как я уже сказал, они должны быть рецензируемыми. Очень желательно, чтобы журнал входил в такие любители, как скопус Web of Science или Medline. Как правило, это прямо на обложках журналов, там на сайте журнала указано. И еще важно обращать внимание на импакт-фактор журнала. Вот я должен был сказать, как фактор, но я даже на этой лекции привел два примера, когда в Nature были опубликованы статьи с полным вредом. Но, опять же, они были опубликованы, они были отозваны оттуда. По крайней мере, сейчас они там с пометкой «отозваны». Ну и, конечно, нужно смотреть на структуру и качество статьи. В любой научной статье должно быть введение методов, результатов и обсуждений. Если кратко, то так. Еще мне бы очень хотелось порекомендовать вам две замечательные еще книжки. Это, во-первых, Ася Казанцева «В интернете кто-то не прав» и Александр Панчин «Сумма биотехнологий». Вот в «Сумме биотехнологий» Александр Панчин, он более подробно проводит анализ того, откуда растут страхи перед любым продукцией. Сегодня мы так по самым верхушкам пробежали, да, может быть, немножко с компами даже. Ну и «В интернете кто-то не прав», в этой книжке проводится разбор большего количества мифов и, опять же, более качественного, чем мы сегодня говорим. Ну, я займу у вас еще один минут времени буквально, может быть, даже четыре, чтобы рассказать про гену суперспособности и что с ними было уже сделано. А именно я бы хотел рассказать вам историю берлинского пациента. Тимоти Браун жил в Германии, в Берлине, собственно, почему он стал берлинским пациентом. И в какой-то момент времени у него обнаружили ВИЧ-инфекцию, которая потом благополучно развилась даже до спины. Но на этом его страдания не окончились. Больше у него также обнаружили лейкоз, рак крови. То есть человеку реально не повезло. У него мало того, что спит, еще и рак крови. Вероятность того, что он выживет, была, ну, примерно никакая. Однако он попал к очень интересному исследователю, Гера Хюптеру, которого звали. Причем он специально его не искал. Это был врач, который работает в поликлинике вот через дорогу от дома, где жил Тимоти Браун. И Гера Хюптер решил пойти на очень интересный эксперимент. Он не просто подобрал доноров костного мозга для Тимоти Брауна, да, как лечить лейкоз. То есть мы разрушаем полностью костный мозг и вставляем донорский костный мозг. Ну, то есть они просто вводятся в кровь и потом и себя такие нужны. Так вот, врач нашел для этого пациента аж 80 доноров, что уже само по себе чудо. Но врач не взял первого попавшегося донора, а стал их всех тестировать на наличие вот этой мутации ССР-5. Невероятно. Но среди них нашелся один человек, который был промозигодным по ССР-5-дилеце. То есть его клетки крови не были восприимчивыми к ВИЧ-инфекциям. Тимоти Браун сделали две пересадки костного мозга. И все, собственно, на этом. Он, во-первых, вылечился от рака крови, во-вторых, через какое-то время вирус ВИЧ у него просто перестал проявляться в крови. И когда все это стало исследованием, более известно, более 60 лабораторий, раскиданных по всему миру, стали исследовать кровь, сперму, калу, спинно-мозговую жидкость Тимоти Брауна. Ни одна лаборатория не могла найти там ВИЧ. В настоящее время Тимоти Браун жив-здоров. Он работает в Америке. Эта история кардинально, разумеется, изменила его жизнь. И сегодня он является основателем фонда Тимоти Брауна. Все деньги от которого идут на исследование ВИЧ-инфекции. Всего на этом. Спасибо.